Друзья мои, на секундочку мы с вами заходим в мой компьютер. Вот это обещанная фотография, 25 января, проснувшиеся косточки манджурского абрикоса, и на дальнем плане, вот она, уже целая саженца, костик слива, который взяли, да и в середине зимы-то их зашли. Причем из выбракованных. Сейчас эксперимент мы повторяем. Теперь, повторяем почему, потому что то, что я делал, не видел никто, но сейчас будут видеть все. Еще такой момент. Значит, подумал-подумал и решил, давай-ка тебе-ка еще пошаримся по кухне. Как это будет выглядеть, пойдемте. Вот, покажу это самое, свои закрома. Фактически это не мои закрома, это закрома Родины. Они приготовлены к отправке, и, к сожалению, даже рекламная кампания, проведенная моим другом-напарником Антоном Сафроновым с помощью интернет-изнательства, никакого же ажиотажа не вызвало какая-то... И заметьте, практически кроме меня Бродского достать их негде. Для этого их надо иметь плодносящие деревья. А что за плодносящие деревья вы видели, если питомник ворует фотографии у меня. Вот мои фотографии старые, с красивыми. Как и вот там у них было написано Серафим, и действительно Серафим. Вот лежит на моей фотографии, да? Вот Серафим. Вот это все, что на всю планету. Больше нигде никто его не достанет. Вот. Ну, все это, нет-то все. Запасы никому не нужны. Самая роскошная слива из Китая. Там вкусная. Видите, там полбанки еще. Вот. Ассорти. Это значит, что вот у меня закончились эти академики и Фаины. Самые роскошные из абрикос, какие ты можешь себе представить. То, что я называю, сорта мировых стандартов. Ну и что? Вот там ассорти, эта смесь костики, там они есть. Пусть и десятка, одна, две, максимум три. Ну и есть. Никому не надо. Вот. Кому уже универсальный сорт. Я его назову универсальный. Почему? Это подвой, это и прямой. Вот. И как подвой не нужен, и как прямой не нужен. Иначе бы они тут не стояли бы. Ну еще какая-то часть в погребе дожидается. Наверное, уже следующего сезона. Вот так. Ну и этот фильм тоже ажиотажный вызовет. Только по причине малых просмотров. Что такое малых просмотров? Проходит месяц. И вот, а такие фильмы уже с полшотни сняты. Смотришь, просмотров сто. Сто. Должно быть сто тысяч, а лучше бы миллион. Тогда бы все это бы смелее. Вот. Но, так как никто и смотреть технику особо не желает. Ну что я могу сказать. Да ничего хорошего в этом нет. Вот. Потом приходит пора стратифицировать. Вот. Часть уже застратифицирована. Вчера вы видели стратификацию. Вы уж сегодня увидите стратификацию слив. Вот. Потом они полежат. Февраль, март. Апрель. А так как по стратификации следы в следующий год сохранить невозможно. То они будут выброшены. Вот. Скажите. А что Сергей Валерьевич? Пусть выращивает еще тысячи. Физически невозможно. У него свои такой запас. В этом погребе. Ну вот. Это очередной сюжетик. А следующий сюжет будет стратификация слив. Уже для высылки. Почему? Потому что там мне нужно кое-что объяснить. Так как есть два мнения. Высылайте быстрее пока у вас есть. День второго. Не высылайте до марта или до апреля. Некоторые просят до мая. Я должен вам объяснить, что это невозможно. И фактически. Потому что с одной стороны перебор. Столько не купят. Это уже ясно. Вот. А с другой стороны. Вот. Видите, если это. Вот это уже последний. Серафим, да? Вот. Еще что показать. Ну, Байлевицка много. А вот. Смотрите, сколько Маньчжурцев. Вот и все. Сын Маньчжурцев. Вот. С одного дерева. Вот. Жанделий много. Не жалуюсь. Почему много? Никто не покупает. Сын Маньчжурцев номер 4. Пол банк всего. Вот так вот. Сын Маньчжурцев номер 2, 3. Самые эти самые. Красивые, яркие. Сколько там их? По 10 штук. Штук 200. Это насчет страны. Ну, вот такая. Полуоптимистическая. Ура! Север полно. И полу. Грустная. Картинка. Продолжение последует позже, когда придет моя помощница и начнет серфицировать.